Теплоснабжение 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 В те времена на территории находилась ракетная военная часть. Сейчас в бывшем военном городке проживают без малого 1300 человек. Ранее теплоснабжение жилых домов в поселке обеспечивалось за счет старой котельной. Возведенная в середине прошлого века она выработала свой ресурс и физически устарела. А большая отдаленность от потребителя давала значительные потери тепла при транспортировке. Здесь реализовано два подхода, то есть построен новый теплоисточник на местных видах топлива, и мы ушли от мазута, скажем так. И реализован второй проект, заменены все сети, которые уже отработали значительное количество лет, на предварительно изолированные. Проект был реализован достаточно быстро. Если говорить о проектировании, оно шло с января по август месяц, сами строительно-монтажные работы с августа месяца 2016 года до декабря. Новую котельную в Заречье построили с нуля. К слову, проект в Заречье четвертый по счету реализуемый райжилкомхозом совместно с Международным банком реконструкции и развития. Общая стоимость всех проектов с учетом станции обезжелезивания – около 10 миллионов долларов. Такие немалые средства Международный банк реконструкции и развития выделяет под гарантии государства. Данная котельная введена в эксплуатацию в этом году, отработала 8 месяцев. Как мы видим, здесь смонтированы три котла импортного производства Австрия «Биндер» по 2,1 мегаватта в час мощностью. Для данной нагрузки покрывает потребность всего населенного пункта. Для беспребойной работы в случае выхода из строя до данной котельной смонтирован еще дополнительный котел, как резервный вид топлива газ 4,5 мегаватта мощностью, который запускался только при пусконаладке. В данном случае у нас пока еще не было причины запускать его. Помимо котельной, на территории построены навес для семисуточного хранения запаса щепы, загрузочный бункер с автоматизированной системой подачи топлива, своя трансформаторная подстанция и другие объекты. Щепу мы сами производим. У нас есть дробильная машина на базе автомобиля «МАН» производства Германии. И, как здесь видно, у нас запас дроумеется и навес полный щепы. Более того, переход на эту котельную нам позволил уйти от импортных энергоносителей, таких как мазут, и себестоимость в разы уменьшилась. Мы сократили в десяток, даже больше раз, потери в тепловых сетях. По данным райжилкомхоза, планируемый годовой экономический эффект от строительства данной котельной – 5 миллиардов 810 миллионов неденоминированных рублей. Что касается экономики, то основной – это показатель себестоимости тепловой энергии. На при котельной старой, скажем так, стоимость одной калории составляла на то время в сопоставимых условиях 130 рублей или 1 миллион 300, скажем так, неденоминированных рублей. На сегодняшний день за 8 месяцев эксплуатации данной котельной себестоимость составляет 66 рублей, то есть более чем в два раза. Таким же показателем экономики являются потери, которые повлияли на себестоимость. То есть у нас потери составляли 44,5 процента, скажем так. Половину тепловой энергии, производимой теплоисточником, мы грели воздух, скажем так. На сегодняшний день фактические потери составили 4 процента, то есть в 10 раз меньше, чем были до того. Делегацию Всемирного банка, которую возглавил старший специалист по энергетике Фен Лю, интересовало буквально все – энергоэффективность объекта, рациональность использования средств, экология и, конечно же, персонал. Ведь новая котельная автоматическая, это позволило сократить штат в два раза с 16 до 8 человек. Кстати, все они трудоустроены. Но самый главный результат – в дома Заречья пришло бесперебойное тепло. Ведь при разработке генерального плана территории новой котельной учтено близкое расположение жилого сектора. Очень хорошо, в квартире тепло, и все отзывы, все очень довольны. Тем, что так рано включили. Детки маленькие, во многих, все это очень хорошо. Молодцы, спасибо. Раньше так было немного холодновато, люди жаловались. Особенно в престарелом возрасте, то надо теплее. Спасибо, большое спасибо. Теперь, конечно, теплее. Потому что у нас детей очень много в городке, очень детей много. Поэтому и дома же, в принципе, они сами старые. Поэтому сейчас новая котельная у нас очень хорошо. Тепло. Мы и балкон открываем, и форточка. А то мазута не было, а то еще чего-нибудь, это самые перебои были. А теперь все хорошо. Ну, в принципе, еще времени-то мало. Но вот сколько она у нас? Ну, лето тут отключили. И сейчас, в принципе, у нас батарея очень горячая. И вода сейчас включается, что уже горячая. В первую очередь, я хотела бы сказать, что Новосибирск очень рад возможности совместно с правительством Республики Беларусь поработать над проектами, направленными на повышение энергоэффективности и эффективное использование топливно-энергетических ресурсов. Сегодня на тех объектах, которые мы посетили, я был приятно удивлен высоким качеством исполнения работ. И то, что я увидел, наглядно демонстрирует, каких отличных результатов мы можем добиться, работая в сотрудничестве с государственными органами, как на центральном, так и на местном уровне. И я думаю, что объекты, которые мы посетили, служат ярким свидетельством того, что современные технологии с использованием древесной биомассы в качестве топлива на котельных могут, во-первых, снизить себестоимость производства тепла, а во-вторых, являются очень эффективным физикологичным решением. В ходе мониторинга делегация Всемирного банка посетила областной центр – Гомельскую ТЭЦ-1, которая в следующем году отметит свое 95-летие. Кстати, это уже далеко не первый визит представителей банка к гомельским энергетикам. Еще в 2012 году они обратили внимание на одну из старейших в Белоруссии электростанций. Гомельская ТЭЦ-1 построена в 1923 году, в период всеобщей электрификации страны. А во время Великой Отечественной войны была полностью разрушена, затем восстановлена. Однако ее мощности никак не рассчитаны на потребности постоянно растущего Гомеля, и ТЭЦ-1 давно нуждалась в модернизации. И вот 2017 год стал новым этапом становления. Станция в пятый раз обретает новую жизнь после серьезной реконструкции. Если до этого станция вырабатывала где-то 20 миллионов киловатт-часов, то сегодня это будет не менее 150 годовых, под 150. И мы сегодня видим, что кроме себестоимости у нас в положительный момент еще влияет снижение выбросов вредных веществ. Себестоимость на уровне лучших показателей. Реализация данного проекта осуществлялась почти два года. Строительство было начато в октябре 2015-го, а завершилось в июле 2017-го. Основное оборудование – это газовая турбина фирмы «Хитачи» японская. Это первая турбина в Белоруссии. Очень надежная турбина, которых много уже выпущено в мире. При этом китайская сторона говорит, что достаточно низкие ремонтные обслуживания будут этой турбины. Котло-агрегат – утилизатор котел китайской машиностроительной компании. И паровая турбина немецкой фирмы «Сименс». Это основное оборудование. При этом все технологические решения на данный момент являются самыми современными. Водоподготовка, которая использует мембранные технологии, без всяких реагентов удаления воды. Система выбросов удовлетворяет самым жестким европейским нормам дымовой газов из дымовой трубы. Финансирование строительства осуществлялось за счет средств дополнительного займа Международного банка реконструкции и развития. В размере 46,5 миллионов долларов. Разработкой проектной документации, поставкой оборудования и выполнением всего комплекса строительно-монтажных и наладочных работ занималась китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация. Что касается проекта реконструкции Гомельской ТЭЦ-1, он наглядно показывает, о каких хороших результатах при помощи современных технологий можно добиться в части повышения надежности теплоснабжения и в целом повышения качества инфраструктуры системы теплоснабжения. И мы очень рады, что предоставленное Всемирным банком финансирование помогло местным органам власти и местным энергетикам реализовать этот важный проект в такие сжатые сроки и с таким хорошим результатом. Вот эта электростанция дает значительное удешевление стоимости тепловой энергии, значительную экономию топлива при ее производстве, потому что технологии самые современные. Парогазовые технологии, за ними будущее. Весь мир идет по пути, уже перестраиваясь со старых технологий именно на парогазовые циклы. Поэтому на Гомельщине это первый объект по такому циклу парогазового. Во всех областях уже были, но уже приобщились и мы к этому. Всемирный банк с 2006 года является партнером Гомельской области в реализации стратегических проектов. Некоторые из них находятся на стадии реализации или в процессе разработки и планирования. В настоящее время Всемирный банк действительно рассматривает и планирует обсуждать с правительством возможные варианты расширения такой деятельности в рамках нового проекта. И рассматриваемые варианты поддержки будут включать в себя, во-первых, расширение использования биомассы для цели централизованного теплоснабжения, а во-вторых, меры по повышению энергоэффективности на стороне потребителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова